Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале «Школа доктора Скачко». В этом видео я — врач, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Расскажу вам, что будет, если не есть 4 недели. Иными словами, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 28 дней. Часть экспертов утверждает, что на выходе из этого процесса То есть через 4 недели у вас будет отличный иммунитет. Вы получите полное очищение организма водой. Вы получите омоложение организма. И некоторые другие эффекты. Но! Я, как врач с более чем 30-летним стажем, расскажу вам все этапы этого процесса. И какие особенности нужно учитывать на каждом этом этапе. Какие признаки могут у вас проявиться. Иными словами, вы можете не просто очистить свой организм. Вы можете провести диагностику организма в домашних условиях. Причем совершенно бесплатно. Более того, вы еще будете экономить на продуктах питания и напитках. Ваша задача вводить в организм только воду. И для того, чтобы правильно войти в этот процесс. Если вы приняли решение очистить организм водой именно таким способом. Я бы советовал вам несколько дней. Два, три, четыре дня. У кого как работает пищеварительная система и кишечник. Исключить из рациона мясо, рыбу, птицу, яйца. А также горох, фасоль, бобы, семена, орехи. Иными словами, концентрированные источники белка. Неважно, животного либо растительного происхождения. В любом случае, если какие-то из них останутся в пищеварительной системе не переваренными. Дополнительный бонус получит патогенная микрофлора кишечника. Она может переварить эти продукты питания. И токсичные, очень токсичные продукты жизнедеятельности нагрузят вначале выделительную функцию печени, а затем и почек. Поэтому входить в такое очищение просто так, по щелчку пальцев, я бы вам не советовал. Оптимально было бы к этому правильно подготовиться. И какая особенность этой подготовки, я уже вам рассказал. Иными словами, вы несколько дней можете посвятить разгрузке своего организма. Сделать несколько кефирных дней, йогуртных дней. Можете использовать борщ постный, овощное рагу и другие аналогичные блюда. Первый этап лечебного голодания либо разгрузочной диетической терапии. Это ответ на вопрос, что будет, если не есть один день. И заменить все напитки водой на одни сутки. Если вы абсолютно здоровы, то ваш организм будет стремиться вас вернуть к прежней системе питания. Напоминаю вам чувством голода. Оно может возникать в привычное время приема пищи. А также спонтанно. И это здорово! Это говорит о том, что вы были до этой системы очищения организма абсолютно здоровы. А вот если у вас чувство голода появилось только к вечеру. И было не очень интенсивным. То возможно здесь у вас уже состоялась диагностика в домашних условиях. Иными словами, у вас был повышен уровень сахара в крови. И вы находились среди тех 50% счастливчиков. Которые еще не знали о том, что у них есть скрытый или латентный сахарный диабет второго типа. И диагностика состоялась бесплатно в домашних условиях всего за одни сутки. Конечно, после окончания этой системы очищения организма неплохо бы детализировать особенности работы вашего организма. И что нужно помочь. Как скорректировать обменные процессы, чтобы вылечить у вас сахарный диабет второго типа. Я это делаю. Примерно 80% пациентов с диабетом второго типа по моей системе излечиваются. Это питание. Это травы. Это образ жизни. Индивидуальная коррекция. Но! Это будет после того, как вы систему очищения организма закончите. На этом этапе возможен еще несколько диагнозов. А именно. Если у вас появилась тошнота. То это говорит о том, что ваш привратник или пилорус оказался слишком слабым и пропустил желчь из велости перстной кишки в желудок. Второй диагноз, который неизменно за этим следует. Это появляется эрозивный гастрит. Просто ваш желудок готов выдерживать соляную кислоту. Одну из самых сильных кислот. Но! Он не готов к одной из самых сильных щелочей. Которая выделяется в составе желчи. Это пищевая сода. Тем более, что она усилена еще и желчными кислотами. Агрессию которых желудок не выдержит. И в данном случае вы получили второй диагноз. Это эрозивный гастрит. И с наибольшей вероятностью еще и третий диагноз. Это дискинезия желчного пузыря. Как правило, если вам сделать УЗИ. Или вы когда-то делали УЗИ. Возможно, есть перегибы, перетяжки. Другие деформации желчного пузыря и желчевыделительных протоков. Которые обуславливают слабость этой системы. И легкость сброса желчи. Конечно, если у вас тошно-то не проявилось. Но почувствовали легкое вздутие у живота. Урчание. То, скорее всего, дискинезия желчного пузыря у вас также есть. Но привратник оказался сильным. И желч пошла по кишечнику. И у вас экстремальное очищение кишечника также состоится. Оно может быть в этот день, может быть на следующий день. Более жидкие испражнения покажут, что желчь действительно прошла именно этим путем. Если же кроме тошноты у вас появилась и отрыжка. То это говорит о том, что привратник оказался слабым. Но! Желудок у вас был в прекрасном состоянии. У вас была базальная секреция. Иными словами, некоторое количество желудочного сока в желудке было. А в его составе соляная кислота. При контакте с пищевой содой образуется углекислый газ. Который выделяется в виде отрыжки. Это неплохо. Если отрыжка появилась. То это говорит о том, что у вас как минимум хорошая сохраненная кислотность желудочного сока присутствует. А вот если тошнота была без отрыжки. Это говорит о том, что кислотность желудочного сока снижена. Его переваривающая способность была также снижена. Это отражает некоторые особенности вашей системы питания. До входа в лечебное голодание. Ну, на вот этих диагнозах. На этих диагностических находках. Которые вы можете судить о состоянии здоровья своего организма. Как правило, первый этап и заканчивается. Если вы продолжаете очищение организма водой и далее. То диагностика вашего организма также продолжится. Второй этап лечебного голодания. Либо разгрузочной диетической терапии. Это ваш ответ на вопрос, что будет если не есть 3 дня. Заменить все напитки на воду. И пить только воду трое суток. Чувство голода у большинства сохраняется лишь в первые сутки. Далее появляется дефицит углеводов. С пищей углеводы не поступают. А запасы гликогена в печени и в мышечной ткани обычно заканчиваются. И если у вас чувство голода исчезло. А появился аромат ацетона в выдыхаемом воздухе. От кожи. С выделяемой мочой. То пугаться не следует. Вы находитесь в системе. В вашей печени включился глюконеогенез. Иными словами. Переработка белков и жиров в углеводы. Для поддержания нужного уровня сахара в крови. И это может говорить о том, что ваша печень хорошая. Либо она давно готова к таким сюрпризам. И пытается хоть как-то поддерживать обмен веществ в вашем организме. Конечно глюконеогенез можно включить и раньше. Если вы ведете активный образ жизни. То примерно за полтора-два часа интенсивной физической нагрузки. Вы расходуете легко углеводы гликоген. Который был в печени и в мышечной ткани. Дефицит углеводов появился. Глюконеогенез может включиться. Вот если у вас образ жизни не самый интенсивный. А глюконеогенез все никак не включается. Скорее всего вам нужно дообследовать вашу печень. Возможно в ней есть явление жирового гепатоза. Стеатогепатита. И она не самым лучшим образом поддерживает обменные процессы в вашем организме. И в иное время года. Также очень важный признак это тошнота. Если тошнота у вас появляется регулярно. То скорее всего дискинезия желчного пузыря продолжает активироваться. Сбрасывается желчь. Попадает в желудок. Эрозии в желудке будут появляться. Эрозивный гастрит будет сохраняться. И если у вас боль в желудке появилась либо усилилась. Я бы советовал вам прекратить лечебное голодание. И заняться теперь лечением эрозивного гастрита. Очень плохо, очень сложно лечится этот диагноз. Но вылечить можно. Контакты вы видите. Если же у вас тошнота не появляется. Радоваться можно. Это здорово. Это прекрасно. Это говорит, что сфинктер Одди у вас в отличном состоянии. Но. Если он у вас так работает все время. А режим питания это не про вас. Вы кушаете не 4-5 раз в день в стабильное время. А как-то по-иному. Реже. Либо нарушаете регулярно режим питания. То в этих условиях у вас создается ситуационный застой желчи в желчном пузыре. И возможно на УЗИ вам скажут про наличие замазки. Хлопьев. А возможно и о том, что у вас уже есть желчекаменная болезнь. Этот диагноз также можно предполагать на этом этапе. Если тошноты у вас отсутствует. А вот какие дополнительные события могут произойти. И какие диагностические процедуры вы можете пройти во время разгрузочной диетической терапии. Я вам расскажу далее. Третий этап разгрузочной диетической терапии. Либо лечебного голодания. Это ваш ответ на вопрос. Что будет если не есть 5-7 дней. Заменить все напитки на воду. И пить только воду 5-7 суток. Этот этап также может серьезно меняться по продолжительности. И если у вас была в хорошем состоянии пищеварительная система. Несколько месяцев вы провели в тренажерном зале и накачали хорошую мышечную массу. А во время голодания резко снизили уровень активности. То будете находиться на этом этапе дольше. Если у вас был хронический астерит. Панкреатит. Дискинезия желчного пузыря. Дисбактериоз кишечника. Вы не имели возможности накачать мышечную массу. Потому что она активно не набиралась. А вели более активный образ жизни. Будете находиться на этом этапе менее продолжительное время. И очень важный признак окончания этого этапа. Это сброс желчи и выделение из кишечника зловонного содержимого. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваша пищеварительная система не дождалась очередного приема пищи. И пищеварительные секреты были сброшены в кишечник. Они подвергаются абсорбции. Всасываются в кровь. И теперь пищеварительные ферменты, которые ранее вам как-то переваривали пищу. Будут использованы в печени. Запущены в глюконеогенез. То есть из них будет вырабатываться глюкоза. Для того, чтобы поддерживать нужный уровень сахара в крови. И чтобы вы не попали в гипогликемическую кому. Этот важный этап также нужно понимать. И он показывает уровень вашего здоровья. И понимание, как правильно поддерживать разгрузочную диетическую терапию. Очень важный признак. Очень важный показатель. Который всегда нужно контролировать на любом этапе лечебного голодания. Это количество образующейся мочи. Количество мочи в сутки должно быть не меньше одного литра. Оптимально полтора-два литра. Не снижать вес нужно за счет ограничения употребления воды. В концентрированном виде и кетоновые тела. И мочевая кислота и другие продукты жизнедеятельности. Если они будут выделяться через почки. Выделительная функция почек будет необратимо нарушена. И после такого неправильно проведенного лечебного голодания. У вас будет очень много сюрпризов. Также интересный бонус. Который можно получить на этом этапе. У вас может исчезнуть аллергия. Третий этап разгрузочной диетической терапии. Либо лечебного голодания. Это ваш ответ на вопрос. Что будет если не есть 5-7 дней. Заменить все напитки на воду. И пить только воду 5-7 суток. Этот этап также может серьезно меняться по продолжительности. И если у вас была в хорошем состоянии пищеварительная система. Несколько месяцев вы провели в тренажерном зале. И накачали хорошую мышечную массу. А во время голодания резко снизили уровень активности. То будете находиться на этом этапе дольше. Если у вас был хронический астерит. Панкреатит. Дискинезия желчного пузыря. Дисбактериоз кишечника. Вы не имели возможности накачать мышечную массу. Потому что она активно не набиралась. А вели более активный образ жизни. Будете находиться на этом этапе менее продолжительное время. И очень важный признак окончания этого этапа. Это сброс желчи и выделение из кишечника зловонного содержимого. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваша пищеварительная система не дождалась очередного приема пищи. И пищеварительные секреты были сброшены в кишечник. Они подвергаются абсорбции. Они всасываются в кровь. И теперь пищеварительные ферменты, которые ранее вам как-то переваривали пищу. Будут использованы в печени. Запущены в глюконеогенез. То есть из них будет вырабатываться глюкоза. Для того, чтобы поддерживать нужный уровень сахара в крови. И чтобы вы не попали в гипогликемическую кому. Этот важный этап также нужно понимать. И он показывает уровень вашего здоровья. И понимание, как правильно поддерживать разгрузочную диетическую терапию. Очень важный признак. Очень важный показатель. Который всегда нужно контролировать на любом этапе лечебного голодания. Это количество образующейся мочи. Количество мочи в сутки должно быть не меньше 1 литра. Оптимально 1,5-2 литра. Не снижать вес нужно за счет ограничения употребления воды. В концентрированном виде и кетоновые тела. И мочевая кислота. И другие продукты жизнедеятельности. Если они будут выделяться через почки. Выделительная функция почек будет необратимо нарушена. И после такого неправильно проведенного лечебного голодания. У вас будет очень много сюрпризов. Также интересный бонус. Который можно получить на этом этапе. У вас может исчезнуть аллергия. Не факт, что аллергия исчезнет у всех. И навсегда. Продолжительность этих первых трех этапов. При правильном сопровождении голодания. Максимально 7 суток. Если вы ведете слишком активный образ жизни. Продолжительность будет сокращаться. Так же, как если вы повторно проводите голодание. Проводите его правильно. А продолжительность сократилась. Это не говорит о том, что все здорово. Это говорит о том, что резервы в вашем организме снизились. Поэтому и этот этап вы прошли быстрее. А что дальше? А после седьмых суток у вас в организме начинается борьба уже не за мобильные источники белка. А за структурные белки. Иными словами, начинают уничтожаться старые, больные, изношенные клетки. И вы получаете несомненный бонус. Омоложение вашего организма. Иными словами, средний возраст в ваших клетках будет меньше. На! Если бы в старых клетках были только белки. А там и не до конца прошедший обмен веществ продукты жизнедеятельности. А могут быть пестициды, гербициды, канцерогены. Увы, вы вряд ли жили в экологически чистых условиях всю свою сознательную жизнь. И когда вот эти компоненты попадут в молодые, здоровые клетки с нулем делений. Очень вероятно, что они могут стать злокачественными. А ваша иммунная система по определению уже работает во время голодания с низкой интенсивностью. И вероятность развития онкологии в перспективе резко повышается. Это может быть не самая простая плата за этот сомнительный бонус по омоложению организма. Тем более, что при каждом делении клетки, а во время голодания вы это провоцируете, фермент теломераза обрезает часть хромосомного аппарата. Иными словами, мощность каждой в новообразованной клетки, мощность ее работы будет всегда меньше, чем мощность работы ее родителей. Той клетки, из которых молодая клетка образовалась. И это один из факторов, который приводит к органной недостаточности в более зрелом возрасте. Тем более, если вы опять-таки ведете более активный образ жизни и на этом этапе. Вот я вам основные этапы лечебного голодания либо разгрузочной диетической терапии разложил. Показал плюсы и минусы. Ну а вы делаете выбор для себя и за себя. А в следующем видео на канале Школа Доктора Скачко я расскажу вам, как пить воду правильно, чтобы избавиться от морщин. На самом деле это реально совершить, если вы знаете особенности этого процесса. Но об этом вы узнаете в следующем видео. А пока, если эта информация вам понравилась, не забудьте поставить на это видео лайк. Можете выразить свое мнение в комментариях. Можете сделать репост. Если вы еще не подписчик моего канала, то советую вам на него подписаться. Достаточно много полезной информации на нем есть. А будет еще больше. До новых встреч на моем видео канале Школа Доктора Скачко. А также есть канал Школа Доктора Скачко в Facebook. И Доктор Скачко более мощный канал тоже YouTube.